Искока на упаковке с треском вылупляется фламинго. В своей очереди ждет пират и еще несколько персонажей, превращенных в небольшие лодки. Новый аттракцион вот-вот будет запущен в плавание. Другие уже работают. Всю эту часть парка благоустроили к началу сезона. Раньше стоял комплекс таких батутов, которые уже, как сказать, морально устояли. В своей работе мы руководствуемся всегда самым главным принципом, чтобы сохранить зеленое насаждение. И вот на этой площадке мы оставили все без исключения деревья. В прельере немало подобных семейных тематических уголков. Впрочем, уменьшительно-ласкательные формы речи не подходят при описании еще одного нового места отдыха – Дома Великана. В Доме Великана и вещи под стать названию. Гигантомания создателей превращает посетителей в лилифпутов в Доме Гулливера. Пока в их роли сотрудники парка, которые и готовят новоселье, расставляя по местам многокилограммовые предметы интерьера. Вообще, к сезону в Ривьере подготовлено несколько премьер. В конном театре заключительные прогоны нового спектакля. «Рыцарь спасает принцессу», «Побеждает врагов» и в конном, и в пешем бою. Средневековые герои в исполнении профессиональных каскадеров. На выходе новая сказка для семейного формата, для взрослых с детьми можно приходить. А с 1 июня будет еще один спектакль уже с вечерним уклоном. Сочетание лошадей, музыки, красивых костюмов, придумал сюжет, а это даст вам незабываемое впечатление. Сергея Крылова – певца, шаумена, актера. В парке можно видеть часто, причем круглый год. Как он сам говорит, ривьера для него – место особое. «Ривьера» – это такая репетиция рая, потому что, да, здесь на самом деле очень много внимания со стороны людей, которые работают. Вопрос, а что можно завести из Сочи? Вот я думаю, что из Сочи можно увести ощущение, которое ты получаешь в ривьере. Дельфины и морские львы выступают вместе. Редкое зрелище. Игра футбол в дельфинарии «Ривьера», разумеется, не случайна. Как и во всем городе, здесь готовятся к чемпионату мира. Дельфины тоже здорово играют в футбол, на самом деле, очень спортивные ребята. Это львы сами вообще из Южной Америки, где есть Бразилия знаменитая. То есть это марадонный пилет такого подводного мира. Фактически курортный сезон в ривьере длится круглый год, и мнение отдыхающих о парке неизменно. Замечательно. Очень красиво. Приятно. Очень крутой парк. Очень красивая. Зелени очень много, конечно. Впрочем, парк предлагает не только развлечения. Магнолии, которые без малого 60 лет высаживают легендарные люди планеты, помогают вспомнить важные страницы прошлого. Уже во время майских праздников «Ривьера» предложит новые аттракционы. Здесь увеличится число представлений. Более того, спустя еще месяц их станет еще больше. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.